В Твери на стадионе «Планета» с легкоатлетического кросса стартовала традиционная спартакиада вагоностроительного завода. Соревнования, которые проводятся при поддержке регионального отделения «Союз Маша России», собрали на беговой дорожке представители разных подразделений и цехов. С открытием спартакиады участников кросса поздравила заведующая спортивным отделом СК «Планета» Елена Холопова. Мы очень рады тому, что у нас возобновляется спартакиада, возобновляются наши спортивные мероприятия. До конца года мы планируем провести практически все, что мы задумали. Это соревнования по 15 видам спорта. В забегах на 500 метров по легкоатлетической дорожке разыгрывались награды в нескольких возрастных группах и рейтинговые очки в командный зачет. В одном из забегов уверенную победу одержал представитель команды Центрального конструкторского бюро транспортного машиностроения Владимир Заболотный. Как выяснилось, конструктор ведет активный и здоровый образ жизни, увлекается лыжными гонками и горным бегом и на любых соревнованиях стремится только к победе. Ну да, очки приносим. ЦК БТМ обычно где-то наверху таблицы турнирной. В принципе, стараемся. Команда на хорошем месте. Одним из самых опытных участников кросса стал 57-летний заведующий лабораторией Тверского института вагоностроения Андрей Хоменко. В «Спартакеаде ТВЗ» он участвует с 2001 года и своим личным примером успел заразить любовью к спорту коллег по работе. Я сначала ходил один, теперь и футбольная команда у нас есть, и по плаванию, и полностью закрываем беговые соревнования. Спасибо Тверскому вагоностроительному заводу, что он организует такие мероприятия. Абсолютную победу среди женщин одержала Ирина Бахтилова. Девушка с детства занимается плаванием, так что с дыханием у нее все в порядке. 500 метров она пробежала с улыбкой и сияющими глазами. Хорошая погода, хорошая дорожка, хорошая компания, настроение. Я думаю, что все классно. Результаты всех участников фиксировали известные в Твери тренеры по легкой атлетике Игорь и Алла Рубцовые. Специалисты отметили хороший уровень спортивной подготовки сотрудников вагонзавода и рассказали, что Кросс 2021 года получился одним из самых быстрых за всю долгую историю Спартакеады ТВЗ. Лучший результат сегодня был показан в одном из забегов. Это 1,18,2. Насколько я помню, это результат в тройку лучших входит за все время, как проводится именно в этом месте Кросс.